В инвалидное кресло герой Павла Прилучного сядет не по воле случая, по собственному желанию, ради трудоустройства. У вас какая группа? Первая. Давно? Рождение? Шикарно. Но увидеть не только столицу с высоты небоскребов Москва-Сити, но и жизнь людей, иначе воспринимающих на пути резкие подъемы. Начинаешь замечать, конечно, особенно когда покатаешься пару дней вот так по городу съемочных пару дней. Начинаешь вообще все вещи замечать, которые мы не видим. Героиня Анны Старшенбаум сначала будет очарована проходимцем, но потом раскроет его тайну. Переживать в кадре молодой, но уже опытной актрисе приходилось и не такое. Исполнять виражи – вот задача. Под силу не каждой артистки. В фильме есть реплика о вашем сильном рукопожатии, которым вынуждено обладают большинство людей, передвигающихся в инвалидном кресле. Вот вы за время съемок фильма успели ощутить, насколько это тяжело? Ну, ручки-то я себе подкачала, конечно. Тут ничего не скажешь, да. Было очень сложно. Репетируя танец на колясках, стиралась все время кожа безбожно с больших пальцев в рук, потому что все время натиралась об обода колес. И пластыри не помогали, вместе с ними все это слезало, слезало каждый день, пока мы не додумались одеть кожаные перчатки, которые впоследствии и стали, ну, завершили образ наших персонажей. Стартующий в кинотеатрах 9 марта фильм создатели уже показали в Центре реабилитации для людей с инвалидностью. Там его представлял Сергеич. Известный комик снялся в ленте, согласился, прочитав сценарий. Смешной, что редкость для такой темы. А он понимает и в юморе, и в проблемах людей с ограниченными возможностями. Через нашего героя они показаны, но показаны так, что ты не жалеешь его, а тебе это весело. Но при этом ты понимаешь, что проблема все-таки она есть. В фильме задействован молодой, но звездный актерский состав. Алексей Воробьев, Илья Глинников, Алексей Чадов. Его герои, взявшие лжеинвалида на работу, кажутся, единственные, кто не проникнется проблемами людей с ограниченными возможностями. Ради наживы заставит нового сотрудника пойти на предательство. Вы внутри все-таки для себя как решили? Вы больше снимаете романтическую комедию или такое кино социальное с подтекстом? В целом, конечно, это даже не кино про инвалидов все-таки. Это кино про нас с вами, про нас, которые сами себя ограничивают ежедневно, говорят, нет, я это не смогу сделать, потому что, а почему? И вот это неправильно. Поместив историю любви в обстоятельства, лишенные романтического флера, создатели не побоялись отпугнуть зрителей. Пример героев должен вдохновить самую широкую аудиторию. После проката в кинотеатрах «Любовь с ограничениями» покажет наш канал. Сергей Сыркин, Алина Пачина, Владислав Дубовицкий и Анатолий Чернобривец. Телекомпания НТВ. Москва.